Существует множество разновидностей клещей. Самые распространенные – это кровососущие иксодовые клещи. Их укус может привести к пироплазмозу – заболеванию, которое носит сезонный характер. Если ваша собака испытывает вялость, отказывается от еды, у нее заметны признаки лихорадки, темный цвет мочи, слабость тазовых конечностей, бледность слизистых оболочек, нужно немедленно обратиться к ветеринару. Если собаке не оказать своевременную помощь, она может погибнуть. Если не сделать сыворотку, то собака умирает. Поэтому если сейчас уже и по октябрю у вашей собаки будет какое-то недомогание, значит сразу берем собаку и едем в клинику. Должны взять анализ, посмотреть, что это правда пироплазмоз и уколоть сыворотку. Вот это всем. Не ждать, когда собака обезножит и когда ей совсем плохо, а даже когда маленькое недомогание. Специалисты рекомендуют после каждой прогулки осматривать четвероногого. Особенно после леса. Также необходимо обработать собаку от клещей спреями, ошейниками, каплями, таблетками. Капли, таблетки, ошейники, они все идут по весу собаки. Поэтому вы должны знать вес собаки. Если не знаете, то можно зайти в любую ветклинику и взвесить собаку. Вес должен быть, потому что это яд. И если мы сделаем предозировку, то мы собаку просто можем не откачать. Капли капаются на холку, капаются они туда, чтобы собака не могла достать эти капли. И плюс к этому в этом месте собаку нельзя гладить, потому что это яд. Погладили, потом идем мыть руки. Перед применением обязательно читайте инструкцию. Там прописано, когда можно давать лекарства, за какое время не мыть собаку и действуют ли препараты на их содовых клещей. Таблетки лучше покупать в проверенных местах, в ветеринарных клиниках, в специальных магазинах у заводчиков. Если у вашей собаки проблемы с желудочно-кишечным трактом, проблемы с сердцем или проблемы еще с чем-то, то у вас же самая аллергия, то тогда таблетками пользоваться нельзя. Потому что они, действия их, то есть вы даете, собака прогладывает, и таблетки, а это тоже яд, он проходит через желудочно-кишечный тракт, печень, почки. То есть считается, что этот удар по больному органу идет довольно-таки сильный. Поэтому тоже, если есть проблемы, значит, мы лучше используем капли или ошейники, или еще там, или репелленты, которые действуют, впитываются в кожу. Специалисты рекомендуют быть внимательнее с таблетками, репеллентами и каплями владельцам таких собак. Колли, колли-подобные, шелти, бордер-колли, австралийские овчарки и их метисы. В некоторых медикаментах содержатся смертельные вещества для этих пород. Берегите своих питомцев и следите за их здоровьем. Лучше лишний раз перепроверить, чем потом жалеть о том, что не сделали.